Всем привет! Меня зовут Женя, с вами Вкусный ТВ. Сегодня будем готовить вот такую супер-супер вкусную, острую, пряную, ароматную закатку с остреньким перцем в томатном соусе. Также там у нас огурчик и морковка. В общем, готовьте! Так, изначально мы поставили соус. Здесь просто помидоры на блендере. Здесь у нас 3 килограмма помидор, 1 килограмм красного сладкого перца. Все сейчас закипает. Помыли и почистили. Вот такой маленький-маленький перчик. Он острый, 1 килограмм. И ко всему к этому еще добавили, конечно же, пучок мяты, листиков мяты. Как видите, 3 морковки и 3 огурца. И также здесь у нас еще есть листья керевис. По-русски я напишу вам, что это за листья. Они придают такой неповторимый аромат. Просто супер! И сейчас кладем 3 столовые ложки крупной соли. Вы можете, конечно, попробовать по вкусу. Если вам мало, можете добавить помидоры. Все еще кипят. Видите, жидкость уже немножко выкипела. И сейчас вот так порезали морковку. Такими мелкими кубиками. Практически так же режем огурец. Вот они же огурцы вместе с морковкой. Так же мелко-мелко порезали где-то полторы головки чеснока. Вот она у нас мята. Тоже порезана очень мелко. Видите, какой уже густой-густой фамильер стал. Добавили сейчас 3 стакана, 3 столовых, 200 граммовых стакана уксуса. Уксус у нас самодельный. Девочки, повторяю еще раз. Вы берите любой, который вы употребляете. Дальше целая такая с горкой столовая ложка лимонной кислоты. Если вам интересно, как сделать уксус самим дома, чтобы он был натуральным и, в принципе, не вредным, как обычно бывает в магазинах, то напишите мне в комментариях, я сниму для вас видео. Поэтому насчет уксуса, там сколько, 9% и прочее, я не могу вам сказать. Вы берите тот уксус, который употребляете обычно в закатках и так дома. Но все-таки с русским уксусом, скажу вам честно, я бы, наверное, не рисковала добавлять так много, потому что у меня от нашего уксуса изжога. А вот от турецкого уксуса, тем более от самодельного, даже от магазинного у меня вообще никогда изжоги не было. То есть, в принципе, он тут, видимо, немножко более натуральный. Или как, не знаю. Ну, а тем более домашний. Так, столовая ложка сахара. И смотрите по густоте, по вкусу, попробуйте. Там сахар, соль, как, кислота. Можно что-то добавить, то есть так, как нравится вам. Вот, водичка уже выкипела, поэтому продолжение следует. Вот, бросаем в кипящую воду, в кипящий томат наш перец. Как я говорила, здесь его килограмм. Все хорошо мешаем. Это тоже будет остренькая закатка. Естественно, турецкая кухня полна. Всяких острых рецептов. Подождем, пока закипит. Вот сейчас попробовала тоже на вкус. Немножко показалось, как будто соленоватым. Но, на самом деле, перец, всю вот эту лишнюю соль, всегда вберет. Причем здесь еще и огурец, и морковка. Поэтому не переживайте, если попробовали, и вам показалось соленым. Оно в будущем, в общем, таким не будет. Сейчас ждем, когда закипит. И вот и все. То есть элементарно. Просто мне нравятся вот эти турецкие закатки тем, что они действительно очень простые. То есть не надо, как я помню, как моя мама по сотни раз кипятит, заливает, выливает, заливает. Это кипятит. Крышки кипятят, банки кипятят. Здесь, наверное, из-за такого количества уксуса нет необходимости все кипятить. Итак, немножко уже начинает кипеть. Добавляем морковку и огурец. Все хорошо тоже мешаем. Мама! Уйди! 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 Мама! Оу! Так. Мы, как обычно, всей семьей готовим. Кому не нравятся детские крики, включайте сразу. Ждем, пока закипит. Только что буквально выключили огонь, потому что уже закипело, и сразу же бросаем чеснок, мяту и листики керезы. Если его нет, не страшно, но мята, желательно, конечно, и чеснок обязательно. Вот так все размешали, то есть даже не кипятим, как видите, а выключили уже. Как только оно закипело, сразу выключаем. Все размешиваем хорошенько и сразу раскладываем по банке. Так аккуратно, потому что горячее, держите банку с помощью тряпочки. Накрываем крышкой, закрываем и сразу переворачиваем, ставим вот на какую-нибудь ткань. Все, до полного остывания, вот таким образом делаем все банки. И вот и все. Так получилось у нас сколько? 6, почти 9 банок. Это немножко не полное, но мы ее, в общем, начнем в ближайшем будущем. Вот, так что надеюсь, что этот рецепт вам тоже понравился, и вы обязательно его приготовите. Вы можете начать не сразу не с трех килограмм помидора, а можете сделать немножко меньше, например, килограмм помидора, либо два и полкилограмма перца и так далее. То есть все уменьшить и сделать там две баночки, чтобы попробовать. Да, после трех недель уже можно это кушать. То есть они еще не готовы, они будут доходить, будут пропитываться этим соусом и прочее, прочее, набирать соли. Вот, это очень такое вкусненькое, остренькое, остренькое закатка, поэтому смотрите, в общем, нам очень нравится. Как видите, я, как обычно говорю, и уже полон рот, слюней, не могу удержаться, но не сейчас, не сейчас, товарищи. Так, ребят, все, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и готовьте, готовьте, потому что все рецепты проверены, как вы видите. Ну, и обязательно желаю вам от всей души, от своего сердца. Будьте счастливы. Пока-пока. Итак, сейчас пожелание от моей мамы, она не хочет светиться в камере. В общем, это пожелание от моей мамы, от моей турецкой свекрови, чтобы мы кушали все, и вы, и мы. В общем, дай бог, чтобы вместе с друзьями, в хорошем здоровье употребляли то, что мы готовим. Вот, например, вот эту закатку, поэтому все, всего вам хорошего, и пусть это пожелание сбудется.